Зелёное пламя Оу, вы уже тут? Ну, наверное, задаетесь вопросом, что здесь происходит? А я вам отвечу. Начитывал текст для нового обзора. И то, что вы слышали, было небольшой предысторией игры Ghost of a Tale, которая уже совсем скоро должна выйти из раннего доступа на свет божий. Это игра-сказка. Все мы любим сказки, не правда ли? Не имеет значения, сколько вам лет. 5, 10 или уже давно немножечко за... Иногда хочется погрузиться в какой-то волшебный мир, послушать историю о чём-то необычном, о чём-то далёком от скучного и серого быта. И мы надеемся, призрак сказки, а именно так переводится название вышеназванной игры, подарит вам это ощущение. И несколько десятков часов волшебной истории. Сеттинг игры переносит нас в мрачный фэнтезийно-средневековый мир, где фактически всеми персонажами являются животные. Играем мы за мышонка Министреля Лютика... Кхм... Министреля Тило, который ищет свою возлюбленную жену по имени Мэра. И если вы любили в своё время мультфильм Redwall, где главным героем тоже была мышка, то с первых минут геймплея вас непременно окутает волна ностальгии по давно ушедшим годам. Начинаем мы в некой темнице, где был заточён наш ГГ. Почему и за что, неизвестно. Всё это мы узнаем по ходу сюжета. Но прежде нужно найти выход из оточения, а уж потом отправиться навстречу приключениям. О которых мы, конечно, дабы не спойлерить, рассказывать вам не будем. Основными вашими врагами, особенно поначалу, будут здоровенные крысы, с которыми в бой лучше не вступать, ведь наш Тило всё-таки не вояка, а министрель. Лучше всего передвигаться скрытно и тихо, не привлекая внимания. Игра эта только приветствует, так как является по сути стелсом. Крысюки, к слову, довольно глазастые, замечают нашего мышонка на раз-два. Поэтому как можно чаще надо будет прятаться по всяким бочкам, сундукам и тому подобному. Но не стелсом единым богата игра. Присутствуют в этой чудесной симфонии и ролевые нотки. Например, в диалогах вы вольны сами выбирать варианты ответов. Иногда это даже повлияет на улучшение настроения нашего маленького мыша. В инвентаре, разбитом на категории, будут храниться различные шмотки, которые вы сможете напялить на этого кроху. Они же, в свою очередь, способны влиять не только на статы, но и даже на некоторые варианты в диалогах. А также хавчик, квестовые предметы, книги, коих тут огромное множество, описывающие местный лор. Словом, ничего необычного. Все это вы сотни раз видели. Но, тем не менее, прикольно. Встретятся вам по ходу игры еще и головоломки. Их стоит отметить довольно много, но большинство из них особых сложностей не представляют. Музыка, прочий звуковой ряд, а также графика получились у разработчиков из SageCG на высшем уровне, несмотря на все трудности, выпавшие на долю студии. И это неудивительно, ведь руку к всему творению приложил Лайонел Галат, ветеран компании DreamWorks и Universal Studios, работавший над такими мультфильмами, как «Принц Египта», «Дорога до Эльдорадо» и «Сказка Акулы». Умиляться и любоваться Тилом можно бесконечно. Настолько с душой и трепетом проработан этот персонаж. Анимация, прорисовка. Да и в целом, персонажи игры весьма колоритные и запоминающиеся. Да и выглядят очень натурально. Будь то здоровенные, вооруженные алибардами крысы, или жаба-пират из соседней тюремной камеры. Мы вновь пишем обзор еще до выхода игры, опираясь на рабочую бету. В ней, к сожалению, полностью отсутствует русский язык, что сразу отпугнет многих, так как текстов Ghost of a Tale – ого-го-го. Это, пожалуй, является главным минусом проекта. Но очень надеемся, что на релизе локализация все же будет. Крайне настоятельно рекомендуем эту игру всему каждому. Независимо от того, сколько вам лет, независимо от того, какого вы пола, а также цвета кожи, вероисповедания, биологического вида, что там еще бывает. Хотя бы попробовать должны все. Такие игры должны жить. Таких игр должно быть больше. А мы будем прощаться с вами. Увидимся, как всегда, в новых видео. Субтитры создавал DimaTorzok